Здравствуйте, в эфире открытая студия и я ее ведущая Ирина Вишина. Так кто же станет кумиром американцев на предстоящие четыре года? Дональд Трамп или Камала Харрис? Это должны были показать дебаты, которые прошли 10 сентября, но явного лидера нет. Кто-то из политологов сказал, что Дональд Трамп это ужасный конец, а Камала Харрис это ужас без конца. Такой вот выбор сейчас у американцев. Но лично я обратила внимание немножко на другое. Едва ли не треть всего времени во время дебатов кандидаты посвятили проблеме России и всего, что связано с Россией. Кто-то подсчитал, что Трамп, кажется, 16 раз произнес слова России и Путин. Ну и Харрис тоже не отставала от него. Что это значит? Это значит, что кто бы ни пришел к власти в Белом доме, будет обращать внимание в первую очередь на отношения с Россией. У нас было время, мы проанализировали мнение аналитиков по обе стороны океана и сегодня решили подвести свои промежуточные итоги президентской гонки в США. В этом нам поможет главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Сергеевич Васильев. Здравствуйте. День добрый, Елена Анатольевна и всем нашим зрителям. Вы знаете, смотрела от начала и до конца дебаты и обратила внимание не только на то, что говорили, но и как говорили и на детали. Запомнилось, что Камала Харрис первая подошла к Дональду Трампу, протянула ему руку, запомнилась, обратила внимание на то, что у нее пересыхало горло. Что это значит? Это значит, что она волновалась. Обратила внимание, что Трамп был как-то неожиданно спокоен. Я не увидела того Трампа, которого запомнила по дебатам в 2016 году. Обратила внимание также и на то, что он взорвался, держал себя в руках, но взорвался только к концу, сказав Камале Харрис, да это и вы и есть тот самый Байден, худший президент США. Это произошло только в конце. А на какие детали вы обратили внимание? Вы знаете, ну здесь надо подходить сегодня к той оценке, которая может быть была у американской аудитории. Можно в этой связи действительно привести такие статистические данные, что если дебаты или дебаты Трампа с Хиллари Клинтон в 2016 году, хотя там было трое дебатов, ну в среднем посмотрело 87 миллионов человек, а вот дебаты 27 июня уже этого года с Байденом посмотрел 51 миллион человек, то дебаты с Камалой Харрис 10 сентября посмотрело 67 миллионов человек. Так что выбор здесь был двойной. Президентские выборы в Америке проводятся более-менее, президентские дебаты проводятся регулярно с 1960 года, когда в общем-то телевидение вошло уже в привычную жизнь среднего американца, когда телевидение смотрели десятки, ну может быть даже сотни миллионов американцев, и тогда были знаменитые теледебаты Кеннеди и Никсона. И хотя в общем вот непосредственного эффекта этих теледебатов в тот период не ощущалось, но многие пришли к выводу, что страна проголосовала за Кеннеди большая часть, хотя там было очень небольшое преимущество Кеннеди под Никсоном, именно после, посмотрев их вот теледебаты по телевидению. Поэтому здесь тоже сегодня вот возникло такое ощущение, будут ли эти теледебаты вот такого вот, ну что ли, если хотите, резонансного плана. То есть сумеет ли Трамп таким образом повести себя в отношении Камалы Харрис, после которого всем станет ясно, что за нее не надо голосовать, ну либо Камала Харрис, знаете, проявит какие-то там сверхспособности и после этого окончательно поставит жирную точку или крест на политической карьере Трампа в каком смысле политической карьере, потому что, насколько я понимаю, Трамп на сегодняшний день, это надо тоже учитывать, является по-американским, ну в новой новейшей истории беспрецедентным кандидатом. Он ведь третий раз пытается избраться президентом США. Он был кандидатом республиканцем в 16-м, 20-м и в нынешнем 24-м году. Поэтому внимание к ним было приковано очень и очень большое. Вот этим все и определяется. Вы упомянули теледебаты, первые теледебаты, которые произошли осенью 1960 года между Кеннеди и Никсоном. Там произошла очень интересная вещь. Никсон совершенно был не публичным человеком и не был готов к телевоступлениям перед камерами. Он вспотел, у него потек макияж, он совершенно растерялся, выглядел ужасно. И на его фоне молодой Кеннеди выглядел, конечно, более выигрышно. Но дело не только в этом. Мне кажется, что победа Кеннеди была в том, что он не умел проигрывать. Он любой ценой шел к победе. В нем виделся лидер. Вот во время этих дебатов нынешних. В ком вы увидели человека, который пойдет на все, чтобы победить? В нынешних ситуация, ведь, вы понимаете, есть проблема оппозиционной партии, а есть проблема партии, стоящей у власти. Собственно говоря, та задача, которая, что такое или кто такая Харрис? Это вице-президент Соединенных Штатов Америки. Она ведь фактически сегодня страной руководит администрация Байдена Харрис. Она уже до известной степени, потому что апартаменты или офисы, или служебные помещения, административный ресурс, вице-президент США, это тоже часть Белого дома, понимаете? Это часть вот этого, ну что ли, вот этого блока в Вашингтоне. И поэтому в данном случае она уже находится во власти. Ей, может быть, если она станет президентом, ну, может быть, переехать из одного служебного кабинета в другой, в овальный кабинет Белого дома. Хотя после дебатов Трампа и Байдена этот кабинет стали называть провальным кабинетом Белого дома. Да, провальный кабинет. И поэтому здесь нет проблемы. Для демократов это проблема просто удержания власти, понимаете? Так как они говорят о том, чтобы не пустить Трампа в Белый дом. А вот что касается Трампа, то действительно перед ним стоит эта проблема. Насколько он далеко может пойти, чтобы в данном случае, ну, если хотите взять власть, завоевать власть, вернуться в Белый дом. Очень важная вещь это, что проигравшая партия или проигравшая сторона должна признать свое поражение и поздравить там или что-то в этом роде и заявить о том, что они согласны с результатом этих выборов. На сегодняшний день, судя по всему, Трамп никогда не признает результатов этого выбора, если он проиграет. Вот если будет объявлено, что победителем этого выбора стал кандидат демократической партии, в данном случае Харрис, то Трамп это не признает. Вот это, я вам говорю, это совершенно четко. То есть, вы думаете, будет штурм Капитолия-2? Вы знаете, в общем, судя по всему, к этому идет подготовка. С моей точки зрения, демократы тоже не признают результатов этого выбора. Вот это тоже надо понимать. Они никогда не признают, что Трамп победил. На чью сторону сегодня станет Верховный суд? Примет ли он этот иск соответствующий? Мы не знаем всех коллизий. Не примет ли он этот иск? Вот здесь есть одна очень четкая ситуация. Вот в этом году, я вам это точно прогнозирую, Верховный суд станет на сторону республиканцев. По одной простой причине. Демократы уже допустили одну очень важную ошибку. И после того, как произошел дворцовый переворот, и Байдена, что называется, сняли с гонки, он сказал, что да, последующие там сколько, полгода или чуть-чуть побольше, он сосредоточит свои все усиленные в выполнении обязанностей президента. И первым делом, он наметил программу, и первым делом он запустил реформу Верховного суда. Не может сегодня Верховный суд поддержать кандидата демократов, тем более Камалу Харрис, которая тоже сказала, да-да, надо заниматься реформой Верховного суда. Вот здесь это все равно, что Верховному суду подписать, если так можно выразиться, собственный приговор. Такой, я бы сказал, смертный приговор. Вот почему сегодня Верховный суд станет на сторону республиканцев. Это однозначно. А вот дальше могут начаться очень серьезные проблемы, которые я пока, может быть, предвижу, как наличие каких-то массовых беспорядков. Вот для чего Трамп на сегодняшний день проводит вот эти митинги по всей стране. По существу он уже, понимаете, тертый калач, уже битые, что называется. За одного битого, я не знаю, двух, или даже по американским стандартам больше дают. Но я думаю, что он понимает, что, может быть, без силового фактора, без силового давления ничего сегодня... Он так вот просто по красной дорожке, усыпанной там, я уж не знаю, розами или какими-то другими цветами просто так в Белый дом не войдет. Ему нужно будет действительно вот этот силовой какой-то фактор. Каким образом это произойдет? Как все это будет выглядеть? Сказать довольно сложно. Вторая ситуация. По существу демократы тоже готовятся к силовому использованию, так сказать, силовым моментам. Они тоже готовы вывести людей на улицы. То есть гражданская война не исключена? Да. Серьезнейший конфликт, который может перерасти, он, в общем, не исключен. Это надо иметь в виду. В этой связи я вам могу сказать сейчас то, что я даже слышал, ну, таких, знаете ли, людей, живущих в Соединенные Штаты Америки, но сторонник. Каждый месяц, каждый месяц в Соединенных Штатах Америки, вот по статистике в 24-м году, ну и в 23-м году уже, но в 24-м году, приобретается 1,4 миллиона стволов огнестрельного оружия. Одна целый, каждый месяц. То есть за год, понимаете, ну, в общем, 15 миллионов стволов. Да, Владимир Сергеевич, вот такой вопрос. Все-таки дебаты – это не просто состязание личности, это еще и состязание никаких команд. По-моему, Шарль де Голли говорил о том, что президент не обязательно должен быть умным, потому что его ум – это его советники. Так вот, в данном случае состязались две команды. И очень интересное замечание политолога Сергея Марка. Вот Трамп сильнее Харрис, но команда Харрис наголову сильнее команды Трампа. И действительно, Камалу Харрис готовили. В течение четырех дней она занималась каким-то двойником Трампа и отвечала на возможные оскорбления. И поэтому выглядело достаточно, ну, я бы сказала, адекватно и прилично. А Трамп, он каким образом готовился? Как вы считаете, нужен был ли двойник ему? Сторонники Камалы Харриса или сторонники демократов сказали, что она победила. Соотношение 98% вот таких демократов или сторонников демократической партии сказали, что наш победил. Что касается республиканцев, то в данном случае процент был меньше, но тоже 70% сказало, что победил Трамп. Команда хорошо все продумала. Команда продумала другое. Они именно были психологами, которые прекрасно понимали, что через какой-то период времени, там, я не знаю, полчаса, час, она будет его раздражать. И поскольку она будет его раздражать, то у нее появляется, она может как бы вести линию дискуссии, понимаете. И тогда как бы вот инициатива в этом диалоге, в этих дебатах волей-волей к ней перейдет. Хотя да, наверное, это так, что ей еще и помогали ведущие ABC, которые явно были на ее стороне, это известные моменты. Но я думаю, вот эта психология, она может быть сыграла основную роль. И она лишний раз подчеркивает, ну что ли, то отношение, которое есть вот у этой части Америки, к той части Америки. Не важно, что говорила действительно Камала Харрис. С моей точки зрения, она была достаточно пустовата. Но вот это ее раздражение, вернее, тот факт, что она была источником раздражения или, как иногда принято, дискомфорта, это надо тоже очень хорошо понимать. И, возможно, это в студии чувствовалось. Тем более, что и вторая ведущая ABC, она тоже не была, что называется, стопроцентно белой. Я очень внимательно следила за тем, что говорила Камала Харрис. И я четыре раза насчитала повторение одной и той же фразы, которой она постоянно возвращалась. Я родом из среднего класса, мне дали субсидию во столько-то долларов и дали рассказ о ее трудном детстве. У меня сложилось впечатление, что ей кто-то что-то написал и заставил выучить. Вот человек, скажем, который придет к власти, который будет озвучивать какие-то вещи, которые ему напишут. Это нормально? Может быть, такой президент и нужен Америке? Ведь у него будет играть его команда. Ей напишут, она будет озвучивать, и всем будет удобно и хорошо? Вы знаете, здесь мы должны немножечко вспомнить то, что было забыто раньше, в 90-е годы, чему мы, вернее, забыто в 90-е годы, и чего в нашей стране исповедовали раньше, с точки зрения того, как мы представляли сегодня ситуацию в капиталистических странах. Дело все в том, что, вот возвращаясь, значит, Камала Харрис, все, что она сегодня делает, и кто ее здесь консультирует, это команда Обамы. И команда Обамы консультирует ее тем, каким образом Обама победил в 12-м году. Дело все в том, что когда он победил в 2008-м году, был экономический кризис. Это вот тогда голосовали против республиканцев. Кто там демократы придут, что они, это не важно. Сегодня накопилось очень серьезное недовольство по классическим причинам. Был ли у нас Маккейн или же Обама? За кого вы голосовой? Голосование ведь всегда бывает за, оно бывает против. Это был против республиканцев. А вот выборы 2008-2012 года, там действительно был выбор. Страна уже уходила из этого кризиса, уже тогда вставал вопрос, что кто против кого. И тогда, считается, мы возвращаемся к теледебатам, вот третий теледебат между Ромни и Обамой. Вот они по оценке многих наблюдателей и решили исход этих выборов, как ни странно. Кто такой Ромни? Ромни это, в общем, человек или выходец из состоятельной американской семьи. Его отец был губернатором Мичигана. Короче говоря, родился и вырос он в золотой клетке, в семье миллиардеров, миллионеров, миллионеров, понимаете. И вот тогда эта ситуация была та же самая, богатой и бедной. Надо сказать, что Ромни тогда допустил одну ошибку, которой воспользовался. Это вот 47% этих людей, которые являются жалкими, не американцами, они живут на пособии, они сами еще и себя не представляют. И вот, собственно говоря, выборы 2012 года и были. Это вот бедные против богатых. Вот когда Обама сказал, да, я вышел, это была классическая фраза, я сижу в Белом доме потому, чтобы показать, что любой выходец из беднейшей семьи, из пригородов, там, где из гетто может стать президентом США и таким образом реализовать американскую мечту. То есть ситуация повторяется. О, вот здесь мы и подходим. Вот сегодня по этим же лекалам, ну это уже вам придется мне поверить, это просто лекалы, которые, так сказать, поэтому сегодня пришли, вот возвращаясь к команде Камала Харрис, пришли люди Обамы, политтехнологи, которые и сделали это, богатые против бедных. И поэтому постоянно сегодня Камала Харрис подчеркивает, что она бедная, что она родилась в рабочем пригороде, вот она с низов, там доросла до вице-президента США. И кто ей противостоит? Мультимиллиардер. Всю жизнь в золотой клетке жил. Там ел на поданном, спал на посланном, понимаете? Классический представитель вот этого, ну я бы сказал, действительно плутократического класса. Не понимая этих вещей, мы иногда немножечко, знаете, идем немножко на поводу западной печати, но вот учитывая тот с вами ситуацию, вернее, тот канал или на трибуну, где я выступаю, я могу сказать, что традиционно, вот не случайно. Вот знаете, вот когда действительно Трамп сказал, у тебя, говорит, или у нее, как профессор, марксист, у нее отец, марксистский экономист, я вам могу сказать, что это совершенно точно, поскольку я сам изучал или смотрел труды, по-моему, Харриса, он действительно профессор-марксист. Вот первоначальное накопление капитала было сделано за счет эксплуатации рабов-афроамериканцев. Вот они являются истинными, так сказать, источниками американского блага, и вообще в этом плане страна-то им принадлежит, а не белым. Вот какие сегодня идеи. Да, у нас о них мало знают. Вы подводите меня к мысли о том, что там возможен социальный конфликт. Да, это вот пришел, ну, я не знаю, да, мы можем такие вещи, так сказать, как бы проиграть. Вот какой-то там, знаете, Павел Власов из рабочего, вспоминаем, да, из рабочего квартала пришел к какому-то там миллиардеру, миллионеру, каких-то там, я уж не знаю, Гучкова, Мелякова, Коновалова и так далее. И у них там произошел какой-то дебат, понимаете. Эти дебаты уже, понимаете, это действительно люди, которые где-то в чем-то по-своему себя ненавидят, понимаете. Но не забывайте про события 13 июля. Трамп ведь действительно был на волоске. Его могли действительно застрелить. И сегодня есть уже республиканцы этот вопрос расследуют. И я вам должен сказать, что мы можем уже в этой студии сказать, что это был действительно заговор, который шел сверху, так сказать, устранить Трампа. Так что он это пока тоже помалкивает и так далее. Но совершенно очевидно, что этот заговор шел, если хотите, от самого Белого дома. потому что то, что произошло, это не просто так называемая секретная служба. Там есть почему так называемая, это я вам потом могу более подробно сказать. Но было сделано все для того, чтобы это произошло. Но и было сделано не по старым принципам. Ну, теперь Трампа может остановить только пуля. вот что и произошло. Ну, Владимир Сергеевич, давайте оставим проблемы абортов и феминизма. Пусть это решают американцы и американки. Вернемся к проблемам, которые связаны с Россией. Совершенно неожиданно от Камалы Харрис мы узнали о том, что она все-таки встречалась с Зеленским накануне СВО. Знакома с ним, как выяснилось, и даже о чем-то его предупреждала, и даже образовала некую коалицию из 50 стран, которая поддерживала Украину. Это действительно так, или это ради красного словца? Что сказала Камала Харрис? Камала Харрис сказала, что да, она стоит в русле традиционной политики администрации Байдена. Она была, кстати, это очень важно, в чем смысл того, что она сказала, что она стоит у истоков этой политики. Этой политики на конфронтацию с Россией и на нанесение России стратегического поражения. Вот могу вам сказать, что буквально два дня назад или несколько дней назад в Белой, в Палату представителей поступил, наконец, доклад от Белого дома, засекреченный доклад, относительно тех целей, которые преследуют администрация Байдена на Украине или российско-украинский конфликт. Все. Это то, что просили республиканцы, покажите ваши цели, покажите цели, задачи. Этот материал секретный, я еще раз подчеркиваю, секретный, что там будет. Я думаю, что он уже пришел, его в Конгресс в Палаты представителей, его уже где-то там читают, его где-то там в общем, что называется, переваривают. Какие будут выходы, мне сказать сложно, утечки, будет ли полностью опубликован, не могу понять. Но я думаю, что идеи нанесения стратегического поражения России там четко прописаны, иначе бы это не было бы с осекреченным докладом. И в этот вопрос для сегодня для администрации весьма важно, чтобы, вот здесь начинается очень важный момент, чтобы, если следующий президент, не Байден, придет в Белый дом, чтобы повязать его этим вопросом, ее повязали, что она стояла у истоков этого конфликта. И вот тут вот то ли ее подставили, то ли она сама не понимает, а может быть и хорошо понимает. она именно может быть понимает, что сегодня вопрос Украины это то, что может ей обеспечить место в Белом доме. И поэтому, если она придет президентом, эта линия на конфронтацию будет продолжена. Что сказал Трамп? Трамп сказал одну принципиальную вещь, очень серьезную вещь, которую опять никто как бы не понял, но тут и начинается. что имейте в виду, что дело так сказать не в том, да, с этим конфликтом надо заканчивать. Есть стратегические соображения, понятно, что республиканцы хотят сосредоточиться сейчас на Китае, да, они хотят заключить какие-то сделки, но не забывайте, что Россия это ядерная держава. И в общем здесь мы играем с огнем, мы играем с перспективой третьей мировой войны. Трамп это четко сказал, это опять, ну вот так, как он сказал, если бы сегодня американская аудитория всерьез это воспринимала, не считала, как это шоу, Трамп сказал, что очень все действительно серьезно. И в какой-то момент, по-моему, Камала потеряла над собой власть и заявила Трампу, да вы водите дружбу с диктаторами, которые сожрут вас на обед. Кого она имела в виду, скажите, пожалуйста. То, что было сказано Камалой Харрис, это лишний раз состоит о том, что никаких мирных переговоров, с представителями вот этих иностранных государств, в данном случае, в данном случае, может быть, Северная Корея, быть не может и не должно. С другой стороны, как это неоднократно бывало, она тоже подписалась и сказала, что она вести эти переговоры не будет. А то, чем они там договорятся, по определению неприемлемо с самого начала. И тогда вот эта ситуация на, как говорится, на дальнейшую конфронтацию, ну вот, то, что, может быть, мы можем сказать, нанести стратегическое поражение, да, она встраивается сегодня в американскую внешнюю политику, по крайней мере, при демократах. Вот так это выглядит на сегодняшний день. На самом деле, во всех дебатах меня насторожила больше всего одна фраза Камалы Харрис, и я сейчас ее процитирую. Когда она заговорила о войне, она произнесла, у нас будет самая смертоносная сила в мире. Что она имела? Вот я вам еще раз вам говорю, что речь идет, естественно, о том, что здесь тоже есть американский контекст, и он проходит. Дело все в том, что вот мы с чего с вами начали. Надо детям помогать, надо пенсии увеличивать, надо пособие увеличивать и так далее. А где деньги взять с точки зрения, понимаете, в Америке сегодня проблема пушки и масла стоят тоже, либо пушки, либо масла. По сути, Камала высказалась за Третью мировую войну, за ядерную войну. Нам с ней придется иметь какое-то дело, нам с ней надо иметь какие-то договоренности, надо вступать в какие-то контакты, надо договариваться. Одна такая проблема, она есть, она возникает. Это проблема, собственно говоря, ограничения вот этой СНВ-3, которую как раз продлили в феврале 21-го года на 5 лет, и в январе 26-го, это уже будет при новой администрации, нам тоже придется решать вопрос о том, что делать с этим важнейшим, последним, кстати, договоренностей в области стратегических вооружений. Вот здесь нам придется иметь дело с президентом США, и эти вопросы нас затрагивают. Я бы так сказал, пока этот вопрос остается открытым, что имеется в виду, имеется ли в виду, вот вы как-то так сказали, ну, нам придется, но пока я считаю, что точки над и не поставлены. Имеется ли в виду, что речь идет о таком декоративном президенте, да, слабые президенты нас устраивают, потому что слабые президенты недолговечны, понимаете, вот как раз с ними особо дела можно и не иметь, они недолговечны. Один срок просидят, пол срока просидят, ну и хорошо. У нас немножко другой горизонт принятия решения, и у нас есть представление о том, что у нас есть некая стабильность или временная вот это временного, так сказать, временной горизонт совсем другой, ну и тем более нынешнее, вы обратите внимание, что действующий президент Российской Федерации уже там что-то раз, два, ну по-моему, чуть ли не четырех или пяти американских президентов пересидел, ну и пересидет и шестого, или там какого-то очередного президента. Ну так или иначе, на ВЭФ Владимир Владимирович Путин сказал, что ему импонирует заразительный смех Камалы Харрис, если она так заразительно смеется, значит, все у нее будет хорошо и значит, не будет санкций. Стоит ли подразумевать под этим то, что есть какие-то договоренности с демократами? Нет, я думаю, что никаких договоренностей здесь сегодня нету. Я еще раз говорю, вопрос этот остается открытым. Вопрос остается открытым, нужен ли нам некий декоративный, я его назвал декоративный президент, то есть президент, с которым нам дело не придется иметь, и не придется детей крестить или какие-то договоренности вырабатывать. Ну или наоборот, нам уже нужен некий партнер, этот по каким-то соглашениям, по каким-то параметрам. Пока, с моей точки зрения, этот вопрос остается открытым. Вот я бы только так и сказал. Тем более, что мы занимаемся вопросами тех же президентских выборов, ну и пока, понимаете, речь идет только о неких кандидатах, и мы все прекрасно знаем, что те, когда люди идут на выборы, это одно, а когда они приходят к власти, это совсем другое. Поэтому в данном случае это просто как считать как пожелание, так сказать, в данном случае. Ну вот я считал, этот вопрос остается открытым. И все же рискну задать вопрос, на кого вы в большей степени делаете ставку, на Трампа или на Харрис? Тот факт, что Трамп будет себя вести без оглядки на то, что ему надо переизбираться, и он будет стремиться показать свою истинную сущность, в этом я почти уверен. Понимаете, вот на это можно ставить какую-то ставку, потому что человек, который слишком много говорит о том, что он готов туда-сюда, но Трамп себя уже зафлэшковал. Совершенно очевидно, что Трамп вступит, он уже сказал на этих дебатах, а вы даже ни разу не позвонили, вы даже не захотели начать переговоры, и это правда, и команда с Харрисом не стала это отрицать, да, администрация Байдена не идет даже на это, а я сказал Трамп на это, пойду. Поэтому, понимаете, здесь вопрос чисто такой, тем более... То есть все же Трамп? Да, конечно, потому что нам именно, вот я еще рассказал, это та непредсказуемость, которая может привести и в одну сторону, и в другую сторону. Так или иначе, американская избирательная система очень специфична, там все решают семь-восемь штатов колеблющихся, сейчас в пяти из этих семи штатов лидирует Трамп, но выбирать не нам с вами, а американцам, этот выбор они сделают 5 ноября, и четыре года им с ними жить, да и нам, впрочем, тоже. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова